Всем привет! И это новый влог. И он на самом деле будет состоять из нескольких видео, которые я снимала. Представляете, аж целый год назад я тут начала смотреть, что у меня не домонтировано. И нашла очень классные кадры, которые я хочу вам показать. Мы снова сделали дорожки. Помните, в прошлое лето мы делали дорожки. И в этом году мы таки их доделали. И до сих пор удивляюсь, откуда столько сил. Но я вам скажу, в этом году сил намного меньше. Я не знаю, то ли старость, то ли что. Но очень сильно устали. И прям, ну очень тяжело все давалось. Но мы наконец-то сделали очень классную дорожку, которую в прошлом году хотели сделать. Но просто не хватило времени. А в сентябре-октябре уже не докопали. Одно из основных улучшений, это то, что мы в прошлом году сделали парковку. Парковка просто суперская. Очень удобно. Вот такая у нас получилась парковка. Видите, тут у нас асфальт. А здесь как раз идеально лежит щебень. И так мы сделали весь участок строительным песком. Поэтому он сейчас ровненький, красивенький. И смотрится это круто. Мы, конечно, эту зиму и осень очень сильно радовались. Потому что это было очень удобно. Видите, почти что как асфальт. Оно сейчас как раз за зиму уравнялось. И теперь оно прям идеально. Вот у нас мамина машина. Вот моя машина. Поэтому супер. Я вообще просто в шоке с того, что я уже год езжу на машине. Мне такое чувство, что я уже лет пять езжу. Я просто обожаю свой миник. И, кстати, давайте я вам сейчас его покажу. Потому что я ни разу не показывала вообще, как он выглядит. И как он выглядит изнутри. Он на самом деле просто моя мечта. И я вообще никогда даже не думала, что у меня будет именно мини-купер. Но теперь я даже не знаю. Хотела бы я какую-то другую машину. Потому что как первая машина, это вообще просто бомба. Это просто, я не знаю, лучшая машина, о которой можно мечтать. Значит, вот такой вот у меня красивый багажник. Здесь у меня штативы. У меня здесь тележка есть, когда я что-то очень тяжелое. Например, колонку вожу. Ну, омывайка, понятно. Ну и просто на всякий случай. Здесь разные пакетики, удлинители. В общем, много разных проводов. Вот так вот выглядит салон. Достаточно много места и сзади. Уже много раз и я ездила, и мама ездила. Боже мой, посмотрите на него. Он думает, куда ты снова собралась? Вот, что мне нравится. Здесь у меня есть такая красивая панорама. Или, как я люблю говорить, окошко на крыше. Оно открывается. Здесь вот эта вот штука выдвигается. И очень классно. Эту тему просто обожаю. Следующие машины тоже обязательно с окошком на крыше мне нужны. Итак, что я имею вам сказать тут? В общем, сейчас мы с вами включим машину. Мне очень нравится вот эта вот штучка, которая показывает, в принципе, скорость. И она тоже очень классно светится, когда вы едете вечером. Еще что здесь просто суперски, это то, что не нужно вообще вставлять ключ. Это мега удобно, что не нужно, знаете, когда у тебя очень много разных сеток, как у меня обычно, там, сумки, штативы, то просто подходишь к машине, где-то у тебя там лежит ключ, открыл, закрыл, просто супер. Также на руле у меня вот такая вот штука, которая мне очень сильно нравится. И да, в принципе, вот эта вот очень удобная штучка, не скользящий мат, на который я кладу или телефон, или ключи, и оно никуда-никуда не уползает. Ну, также купила себе для телефона. Редко пользуюсь, но, в принципе, тоже интересно. В общем, вот такой вот обзорчик. Надеюсь, что я ничего не забыла. И надеюсь, что вам было это интересно. Здесь у нас, видите, тоже все так подросло. И мы с мамой хотим убирать вот этот куст отсюда и вот этот вот, потому что они слишком здесь разрастаются, и они, в принципе, здесь не нужны, потому что не видно, что здесь очень красивый вот этот круглый шар. И поэтому здесь тоже будет все переделано. У нас тут, кстати, новая клумба тоже. Вот такая вот огроменная. Как вы понимаете, тоже здесь все вскопано. Здесь вот эти вот камешки красивые выложены. Очень много литров мульчи. Не знаю, я уже точно не помню, но, по-моему, 15 мешков здесь ушло. Вот этот хулиган, это вообще... Что у нас тут новенькое? Здесь из основного мы разбираем вот этот вот парник, потому что у него он уже весь трухлявый, весь обваливается, поэтому начали с убирания стекол, потом будет полное его удаление. И позже вам расскажу, что там будет. Только посмотрите, какие здесь уже тюльпаны. Сейчас середина мая, и вот как они красиво цветут. К сожалению, сейчас, когда мы будем это все убирать, это будет мешать, но мама хочет их пересадить вот здесь, сделать одну красивую такую грядку. Только посмотрите, что мы сделали с этим парником. Вы видите, здесь полностью перестеклили вот эту вот крышу, полностью покрасили. Кто помнит, он был серого цвета. И посмотрите, опять же, какие красивые тут тюльпаны. В принципе, можно на продажу, видите? В этом году мама будет вот это вот тоже перекрашивать в коричневый цвет. То есть все у нас будет вот такого красивого коричневого цвета. Также вот эти грядки, видите, они, наверное, года три назад мы их сделали. Мама их выкрасила зеленый. Но он нам не нравится. Мы хотим его тоже сейчас переделать в коричневый. И да, кстати, тоже интересный факт. В этом году, 4 мая, мы отметили 5 лет жизни в доме. И, конечно, не верится как-то. Знаете, быстро время очень пролетело. Сейчас, на данный момент, у нас в доме, внутри, мы, наконец-то, все сделали. У нас все поменялось. Я вам потом покажу. Выйдет отдельный влог о кухне, как она была раньше, как это все, весь процесс стройки, от продумывания до конца. В общем, будет отдельный влог с рассказами. Очень интересный. Я его уже начала монтировать. Надеюсь, что в этом году, вот сейчас, этим летом, я поснимаю для вас очень много интересных вещей. Да, и буду постепенно рассказывать, потому что очень много всего меняется. Я думаю, даже внешне видно, что ее как-то изменилось. Поэтому, да. Марселек, какие у вас мысли? Чему хорошим. Ой, вы посмотрите на него. Видите, как он подрос? Да, потрясающая погода. Да, ты устал, зайка мой. Марсель бегал, 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 носился. Все силы, все силы пошли на это. Ну что, ребят, на этом видео заканчивается. Мы с моим мамчиком сейчас едем заправлять машину. Поэтому спасибо за просмотр. Мякси баку. И жду вас на своем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...